Ребят, изучение писания. Изучение писания, пожалуйста, настройтесь. Урок среднего размера. Вчера разговаривал, мне позвонил администратор Владивостока. Он, как бы, посоветовался с этим прославлением. Я ему сказал, что мы сегодня соберемся как раз. И у нас будет собрание в Москве. Он просил сказать всем привет от Владивостока. Я вам буду радовать. И, соответственно, мы сегодня все снимаем на видео. Они этот урок выйдут, соответственно, сегодня-завтра. Поэтому Владивосток приветствует. Хорошо. Мы сегодня будем говорить о поклонении Богу. Так называется, простое название, поклонение Богу. Все очень просто. Казалось бы, в самом начале хочу вам кое-что порекомендовать. Я открыл сюда интересную книгу, хочу рекомендовать ее вам. «Придите, поклонимся», называется книга Алексея Коломитца. Я, честно сказать, пытался найти ее в революционном виде, но не нашел. Может быть, Бога искал, может быть, вы найдете. Если вы когда-нибудь читали разные книги о поклонении, читали что-нибудь такое? Нет. Разные книги о служении, о поклонении, о прославлении, о формах, о сути. В общем, есть много книг. Эта книга меня очень приятно удивила, на фоне множества таких, каких-то ревковесных трудов. Это фундаментальный труд, который говорит, на самом деле, вообще не о форме, ну, по крайней мере, о форме, о сути. То, ради чего все и почему все. И эта книга, я бы рекомендовал не только ее вам, как служителям, но, на самом деле, я думаю, что ученикам в целом. Потому что, потому что, потому что, рекомендую, ребята, дайте возможность почитать. Почитайте. И некоторые мысли, которые будут сегодня в руки, я оттуда взял за большую радость. Потому что это, наверное, очень актуально. Это не поверхностно. И, ну, в общем, если вам понравится сегодняшняя моя пробоведь, то, тем более, у вас появится желание этого дела про ЧК. Я не люблю людям давать что-то непонятное, но то, что мне все равно нравится, я рекомендую. Хорошо. Говорим о поклонении Богу. Давайте начнем вот с чего. Вы когда-нибудь пользовались китайскими подделками чего-то? Так и живем. У кого-то это вся жизнь, да? Ну, не знаю. Если раньше, например, эти кроссовки Абибас, знаете, какого это по-насованию. Найк. Я нашим дружом в руках китайский айфон. Ну, китайский не в смысле, который просто произойдет в Китале, а вот он совсем левый какой-то. Он выглядит как айфон абсолютно точно. Но он совершенно странно себя ведет. Ну, китайский. Вообще, там совсем по-другому все выглядит, когда его включаешь. Хотя вот в выключенном состоянии он очень похож. И китайские подделки мы там иногда покупали, но от безнадежи. Но нету средств купить, что-то хорошее, покупаешь что-то какое-то левое, и этим пользуешься. К чему я это? Есть обещание от Бога, я же 10 глава, стих 10. Он приходит только для того, чтобы украсть, купить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Это слова Иисус. Его обещание в том, чтобы у нас была полная жизнь, жизнь с избытком. Но иногда почему-то мы можем чувствовать себя, что обещания обещания, но наши реалии как будто немного другие. Вроде все как надо, но как какая-то китайская подделка. Что-то не так, что-то работает не так, что-то нас не устраивает, что-то не так, как должно быть. Происходит такой какой-то диссонанс. Вы знаете, тоже я слышал такие упреки, можно сказать, от учеников некоторых. О том, что мы в нашей церкви, в познании Бога, не выходим за рамки первых принципов. Типа в первых принципах мы утвердились, а глубже как бы не идем. Вот это, слышали, что-то похожее? Не все так думают. Я так тоже не думаю, что это буквально так. Но надо признать, с чем я согласен, что жить в рамках привычного гораздо удобнее, чем обновляться в разуме. То есть гораздо удобнее какой-то уровень, ну можно сказать, познания Бога приобрести, в нем законсервироваться, дальше не двигаться. И вот если мы вдруг так поступим, это и будет напоминать китайскую подделку. Бог что-то обещал, а мы, ну как бы, что-то похожее на то, что Бог обещал, но мы как будто не полной мере удовлетворены. И, насколько помните, мы в прошлый раз говорили о том, что, и даже не один раз мы говорили, что мы, как служители прославления, это служители слова. Помните такую формулирую? Рамы 4.23, отрывок ключевой для нас, дослужители, по крайней мере, мы так это определили весной. Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников ищет Отец, Отец ищет себе. Напоминаю, да, фрагмент разговора Иисуса с самарянкой, с женщиной в колодце. Разговор у них был о том, как и где правильно поклоняться. Вы знаете, как поклоняться, мы не знаем, как поклоняться на горе или в храме. Помните контекст, да? Иисус не дал втянуть в себя религиозный спор. Он сразу же говорил о сути вопроса. Отец ищет поклонников. На горе, в храме, это второй вопрос. Человек призван поклоняться. Интересно, Бог ищет. Бог ищет. Есть отрывок во 2-м правитомином 16 главе, стих 9, о том, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех. Можно? Второй правитомином 16.9. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердце вполне призвано ему. Такая картина интересная, что Бог смотрит на земной шар очень внимательно. Кто у меня здесь предан мне? Бог ищет поклонников. Похожая идея. То есть людей-то много. И песни поющих людей много. И в церкви входящих людей много. Кто из них поклонник? Бог ищет. Остановит ли Бог свой взгляд на тебе или на мне? Или... Поймозов. Дальше посмотрим, что там, да? То есть... Или он остановится, как он нашел этот вопрос. Увидит ли он в нас поклонников? Ни богословов, ни музыкантов, ни организаторов каких-то там, ни певцов. Поклонников. Большая разница. Потому что мы можем делать всю эту работу и не поклоняться при этом. Если Бог ищет поклонников, значит, надо обязательно не встать. Верующие люди каждого воскресенья приходят слушать Слово Божие. Но давайте тоже честно разговаривать. Довольно много людей приходит в церковь, но слышат то, что хотят слышать. Поступают так, как хотят поступать. Живут так, как хотят жить. Правильно? Каждый при этом считает себя образцовым поклонником Иисуса Христа. Не просто поклонником, а образцовым поклонником Иисуса Христа. И каждый собирается в рай. Да? Для этого нам надо вернуться к принципиальной теме. Нам надо учиться прежде всего из Писаний, а не из книг, статей, и не из роликов в Ютубе нам надо учиться, и не из опыта других церквей. Это все чудесные вещи, но Писание, Библия, Слово Божье, основание для поклонения. Все остальное не бесполезно, конечно, но не первично. И нам надо постараться увидеть поклонение не как набор правил и принципов, но как целостную картину образа жизни нашего церкви. Мы обрадуем два пункта сегодня. Первый пункт называется так. Почему нам нужно поклоняться, так повелевает Бог. Это повеление. Это повеление. Это не совет. Псалом 94 стих 1 и 2. Придите, воспоем к Господу, воскликнем твердыния спасения нашего, предстанем лицо его со слабословием, в песнях воскликнем ему. Нашли трех по себе? К кому он обращен? Псалом 94 стих 1 и 2. К кому это призыв? Ко всем. Это призыв грешников? Не похоже на того. Здесь не сказано, придите и раскаетесь, да? Хотя Бог погревает всех, посуду покаяться, мы тоже это знаем. Но вот здесь конкретно призыв к кому? К верующим. Почему мы так думаем? За дыри спасения нашего, а к тем, кто вроде бы уже, как бы, вот, Господа уреагуировал. Презыв к верующим, кто и так стремится. Надеюсь, я раз тоже самое могу рассказать. Так вот, придите. Это какое-то повелительное наклонение. Ну, пожалуйста, приходите. Повелительное. Видите, да? Здесь не говорится, поклонись Господу, если к этому расположена твоя душа. Здесь не сказано, прославь Господа, если Он тебя каким-то образом обильно богословил. Тут нет никаких «если». Тут приходи, воспоем. Воскликнем. Смотрите, в двух стихах два раза строго воскликнем. Вы можете воскликнуть? Да. Эй! Эй! Воскликнем. Два раза строго. Восклицание. Воскликнем. В песнях воскликнем ему. Как там воскликнем? Слава Богу! Эй! Аллилуйя! Вот что-то такое. Да? Это вот как-то примерно так. Это обозначение с радостью. Наверное, сложно представить себе грустного воскликсающего человека. Эй! Ну, эй! Это что-то радостное. Это что-то положительное. Ужить просто буду радостно. Смотрите. Вам нравится приходить в церковь? Как правило. Вам нравится приходить в церковь? Мне тоже нравится. Мы встречаем там людей, разделяющих нашу миру. Нам нравится петь Богу. Многим нравится петь Богу. Не всем. Знаю тех, кто не нравится. Но многим нравится. Нам даже проповедь нравится иногда. Это чудесные благословения, которые мы во Христе получаем. Но надо понять, что это не первично. Первично другое. В этом же Псалме штиф шестой. Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колени пред отцем Господа, от Отца нашего. Мы как-то эту песню в хоре пеем. Придите, поклонимся. Первично то, что мы приходим склониться, преклонить колени, припасть. А все эти бонусы, которые мы получаем в виде атмосферы собрания, наших связей, общения, это тоже чудесные вещи. Но это не то, почему мы приходим в церковь. Понятно? Когда мы приходим в церковь, действительно наша главная цель предстать перед Богом и поклониться Ему. Прочитаем от трех и с книги исход. Исход 20 глава, 2-й, 5-й стихи. И так, что дырков много сегодня. Давай. Это фрагмент 10-й. Я Господь Бог, Бой, Который вывел Тебя из земли египетское из дома рабство. Да не будь у Тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумина, никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в падении же земли. Не поклоняйся Ему, не служи Ему, ибо я Господь, Бог Твой, Бог Ревнитель, наказывающих детей за виновцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня. Вот в этом всем тексте давайте увидим. Это, напоминаю, книга Исход. Это времена Моисея. Бог с самого начала однозначно и категорично заявляет, что поклоняться можно и нужно только Ему. Только. Интересная тема, что имя Бога, имена Бога ветхозаветные, короче говоря, они не имеют множественного числа. Слово Бог в русском языке имеет множественное число. Бог в значении наш Бог, и всякие боги, мы говорим, не будет от других богов. Имена Бога не склонялись и не имели множественного числа. Через всю Библию это отношение не меняется. Не изменилось через всю Библию, что вдруг появится кто-то еще кому-то поклоняется. Это книга интересная, которую я рекомендовал. Написан, к примеру, Архангелы. Это они без греха, но они несовершенны. То есть мы не просто поклоняемся кому-то, кто без греха. То есть мы поклоняемся кому-то, кто совершенен. Есть разница, да? Через всю Библию отношение не меняется. Из древности до наших лет тоже отношение не меняется. Есть один Бог, которому мы поклоняемся. Он всего один. Во времена Давида, смотрите, в наше время, в наше время, оно ничем не уникально. В наше время ожидает Бог от нас такое же поклонение, как во времена Давида, как во времена до Давида, когда еще не было сепетик храмов. Во времена Моисея, во времена Иова, когда еще не было даже закона. Не меняется суть. Один волк и только ему попал не будет. Мы иногда говорим такие фразы, может быть, вы слышали. Наше прославление ориентировано на гостей. Вы слышали такое? Было. Что говорите? Было. Это неправильная фраза. Наше прославление ориентировано на церковь. Это в равной степени такая же неправильная фраза. Наше прославление может и должно быть ориентировано исключительно на Господа. Да, форма может быть разной. Это вопросов нет. Как конфет бывает, разные фантики. Возьмите две одинаковые конфеты, заверните одну в красивый фантик, другую некрасивую, покажите ребенку, что он выделит. Кобя. То есть форма, в которую мы оборачиваем поклонение музыкальной жанре, то есть это какой-то фантик. Но бывает такое, что есть фантик, а конфеты там, а с подставами так здесь. Ты выбираешь красивый фантик, но там нету сути. Вот нам важно следить за тем, чтобы в нашем служении, в нашей церкви у нас не было этих пустышек. В любой фантик это дает, какое надо, заодно, чтобы суть была. Но если мы теряем сути, при этом формула, разнообразие формы, это ни к чему не приводит. То есть наше просмотрение должно быть ориентировано исключительно на Бога. Мы не можем форме подавать большее значение, чем сути. Муки 4, 5, 7. Возвитя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми, всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. И так, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Что нам нужно здесь увидеть? Не только Бог ищет себе поклонников, дьявол тоже хочет, чтобы ему поклонялись. Дьяволу нужно поклоняющее сердце. Ему нужно было поклоняющееся сердце Христа, ему нужно твое поклоняющее сердце. Смотрите, Иисус не просто выбрал не поклоняться дьяволу. Помните, как Иисус ответил ему? Помните? А еще что важно сказал? Лухи 4, 8, да? 3 стих. Иисус сказал ему в ответ, отойдет меня, сатана. Написано, Господу Богу, твоему поклоняйся, ему одному служи. Я вижу здесь два момента. Во-первых, написано. То есть Иисус не просто как бы из головы берет или там откуда-то идею. Он говорит, он ссылается на что? Ссылается на Писание. Это важный момент. И Господу Богу, твоему поклоняйся, ему одному служи. Это второй момент. То есть, что по сути говорит Иисус дьяволу? Почему он не собирается ему поклоняться? Во-первых, так написано в Писании. Во-вторых, Бог так повелел. Бог так повелел. Это, на самом деле, очень-очень важно. Это не совет, это заповедь. Представьте себе обычное воскресное собрание, к которому вы пришли. Есть много отвлекающих факторов. Ну, во-первых, по дороге что угодно смогло с вами случиться. Хорошее или плохое. Или ставили вы здесь стоя на Киеве. Казахстан, где не успели. Или наоборот, те, или то, что не надо, кого есть. Вы пришли в зал, зал слишком темный вам кажется, или слишком светлый, слишком красивый, или вообще вам не нравится здесь. На собрании чьи-то дети в зале отвлекают. Хочется прославление, начинается движение какой-то. Неожиданно. Да. Люди неожиданно болтают, там неподходящий момент. Кто-то кому-то позвонил. Вы видите человека, который в одежде какой-то неправильный пришел, и вас размещают, и вы не можете успокоиться о вас. Все. Короче, на собрании много всего. Громе того, мы как служители еще дополнительную нагрузку, давление имеем. Мы думаем о технических вещах. Все ли в порядке, все ли звучит. Не забыть бы текст. А какая формула новой песни. У нас есть много всего-всего-всего в голове. Но, приходя в текет, мы должны о главном помнить. У нас есть цель. Что бы ни происходило, надо сконцентрироваться, приготовиться и представить перед лицом Божьим. Это сложно. Как служитель с многолетним стажем, хочу вам сказать, это реально сложно. Даже в момент, когда ты уже в сцене, казалось бы, уже все, уже самое время сейчас, поклонение, и больше нет ничего. Все равно это за всякие мысли. Все равно ты видишь, что тебе в зале, к которому ты подойдешь после собрания объясниться, почему они так себя ведут во время поклонения. Кто-то уважает тебя, это отвлекает. Уиткающих факторов, это невероятная концентрация требует. Я так себя чувствую. Вы тоже так? Да. Чтобы все отложить. Чтобы все отложить и вот просто пристать перед Господом. Я за собой заметил, есть одно обстоятельство, которое мне помогает в этом. Когда неожиданно тебе приходит прожектор, светит в глаз. Ничего не видишь. Было у вас такое? Да. Бах! И ты вообще ничего не видишь. И вот на это думаешь, вот я сейчас точно перед Богом стою. Но на самом деле, хочу сказать, это непросто. Это даже может быть неестественно. Это требует усилия, требует концентрации, требует воли. Представить перед Господом. Представить не перед лицом братьев и сестер, не перед лицом служителей, показывая, что мы классно служим, да? Не перед лицом гостей, как бы старается для них впечатление произвести, а конкретно перед Господом представить. Это на самом деле очень, очень важно и требует усилий с нашей стороны. Но Бог повелевает поклоняться только Ему. Немножко в сторону отойдем. Интересная тема хочу вам предложить. Ну как, в этой же конве. Откровение 14. Откруйте, пожалуйста. Откровение 14, стих 6-7. Что значит слово Евангелие? Да, да, это хорошая новость, хорошая новость, просенье, да? Давайте прочтем здесь что-то. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, 6-7. Который имеет вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и коленам, и языку, и народу, и говоримым громким голосом. И если он несет Евангелие, то что он по логике вещей должен был сказать? Радость. Радость. Да? Зависим уже близко. Что типа того? Ну как все представляют Евангелие? Иисус любит тебя, Иисус пришел, отдал за тебя свою жизнь, ты по вере можешь быть спасен, вечная жизнь может быть у тебя. Так мы коротко можем предсказать Евангелие. Но какой Евангелие несет здесь ангелие? Зачитаем. И говорим он громким голосом. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. Как вам такая версия Евангелия? Классно. Для плохих шеи. Версы 2. Евангелие – это радостная весть о спасении, да. Но здесь что мы видим? Мы видим, какой Евангелий этот ангел несет. Три глагола. Убойтесь, воздайте, поклонитесь. Это Евангелие – поклонение. То есть это то, что Бог ожидает от Его людей. Если Евангелие – это спасение, получается, что спасение напрямую связано с готовностью поклониться Богу. Также наоборот. То есть если мы видим, что в жизни человека есть принципы непоклонности Богу, непоклонения, мы, наверное, будем задавать вопросы о Его вере и Его спасении. Это связанные вещи. Принятие Евангелия рождает поклоняющееся сердце. Убойтесь Бога, воздайте Ему, поклонитесь сотворившему Небо и Землю. Действительно описывают эти слова в нашей жизни вере или нет. Это еще об этом можно сказать несколько слов. Поклонение – это не просто эмоциональный подъем. Если пение было вдохновляющим, значит, было хорошее поклонение. Так мы мыслим часто. Так ли это? Если пение все-таки было вдохновляюще, значит, было хорошее поклонение. Так ли это или нет? Не всегда. Даже если было очень атмосферное собрание. И даже если пение было очень вдохновляющим, это еще не значит, что поклонение было глубокое. Или даже это еще не значит, что поклонение вообще там было. Потому что атмосфера создается и на мероприятиях никак не связана с верой в Христа. Если человека раскачали музыкой, это еще не поклонение. Как бы эмоционально этот человек свою веру не выражал. Знаете, есть люди, которые через мозги в сердце движение происходят, духовный процесс, а есть от сердца в мозгах. Есть разные люди. Есть разные люди, все понятно. Но на самом деле, когда мы осознаем, разумом осознаем, какой Бог, мы никогда не осознаем это полностью, но когда мы познаем Бога, это помогает нашему сердцу откликаться тоже. По этой причине и необходимо постоянно открывать Писание, потому что Писание – это источник информации о Боге. Мы можем узнавать о Господе и Его качествах. И чувства, конечно, имеют важную роль, но они не всегда являются индикатором нашего отношения к Господу. Знаете, я такой, мне вот 44 года уже. Знаете, я редко плачу вообще-то. Ну, правда, редко. Но, например, когда я какой-то трогательный мультик. Да. Мультик, верно? Особенно в кульминации какой-нибудь, знаете, там. Так вот. Я хочу сказать, что наши эмоции могут быть возбуждаемыми вещами никак с Господом не связаны. И даже красивая мелодия. Есть мелодии, которые прям за душу берут, да, к примеру. Ну, мы можем возбуждаться эмоциями от каких-то переживаний, от каких-то состраданий к другим. Я не говорю, что это плохо. Это бывает от радости. Как раз, очень давно, мы нашей дочери подарили рыбок. Она была маленькая, там, не очень доходится, по-моему. Мы ей подарили рыбок. И она растрогалась от такого подарка. Ну, как бы, и плакала. Возможно, в нашей жизни что-то такое тоже было. Но это еще не значит, что когда мы переживаем, когда мы как-то эмоциональны, это еще не значит, что Бог этому причина. И даже если мы растроганы во время прославления, это тоже не значит, что Бог этому причина. Потому что мы можем быть счастливы просто от того, что мы вместе поймем, словно говоря, и чувствуем это великолепно, но это еще не поклонение. Понятно? Я не говорю, что это точно не поклонение. Я говорю, что это не факт, да, что это еще поклонение. Нам важно, чтобы в нашем сердце радовался, Господи, непосредственно о непобочных явлениях, которые мы имеем в церкви, пускай даже весьма положительных, которые сопровождают нашу христианскую жизнь. Это не просто, честно говоря, как я поделился, но во мне, для меня это требует усилий, требует воли. Ну, в смысле, это не очень естественно, может быть. Я радуюсь о церкви, я радуюсь о моем служении, я радуюсь о новых песнях, я радуюсь о развитии прославления, я радуюсь о движнике в молодежке. Здесь, в принципе, у нас не было такого движника по прославлению в молодежке. Сейчас есть, мне радостно от того, что множество людей любят петь в церкви. Все это чудесно, но все это вторично, первично все-таки поклонение Богу. И вопрос, радуемся ли мы о Господе непосредственно, а не о всех этих помыслах, которые мы имеем. Итак, мы поклоняемся Богу, потому что Он повелевает, и Он ни с кем не разделяет свою славу. Второй пункт, почему мы еще поклоняемся Господу, Бог достоин, Бог этого достоин. Да, мы говорили, что Бог повелевает нам поклоняться Ему, но Он не заставляет нас прославлять, что это несовершенное и позорное. Ну, то есть, дайте мне славу, я этого не достоин, но дайте мне ее. То есть, Бог не такой, а Бог не такой. Все Писание наполнено свидетельствами о Божьей славе. Множество историй, прямых и косвенных свидетельств. То есть, цель Библии – это показать людям, Бога. И каждый раз, может быть, вы заметили, каждый раз, когда Библия призывает нас склониться перед Богом, она указывает конкретно для этого причины. Например, даже в церковном, который мы читали сегодня, в 94-й, там же не просто сказано «третьего споем», там сказано «Он создал все» вообще-то. Или, например, такие словосочетания. «Славьте Господа, ибо Он благ». Есть причина для этого. «Славьте Господа, ибо вовек умей власти Его». То есть, часто Писание объясняет нам почему. Это не механический процесс. Так. «Славя Господа, иначе…» Есть причина. Есть причина. Книга «Неемеи» 9-й глава, стих 5-й. Неожиданно у меня была фактически фраза «В книге «Неемеи». Я считал всегда книгу «Неемеи» какой-то такой, знаете, менеджерской книгой. А здесь, давайте прочтем. Еще раз. «Неемея 9-й 5. «И сказали левиты, Иисус, Кадмиил, Ваня, Хошавния, Шеревия, Годия, Шивания, Петахия». Как много смысла в том, что… «Станьте и славьте Господа Бога вашего от века и до века до словословия достославное и превыше всякого словословия и хвалы имя Твое». Давайте, как говорим, четыре предложения подчеркнем. «Имя Твое какое достославное, превыше всякого словословия и хвалы». Вам нравится, когда вас хвалят? Как? Мне нравится слышать, что я молодец. Я старался, как это… «Молодец». А вы любите кого-то другого хвалить? «Молодец». Друзей, там, детей. Иногда дети очень стараются, но у них получается, мягко говоря, не очень хорошо. Ваше совсем плохо бывает, но так. Это тоже история нашей семьи, в очень-очень далеком детстве нашей дочери. В детском садуе учили рисовать, как, наверное, многих из нас когда-то. И однажды она сделала подарок, потому что бабушке на день рождения. И бабушка, вот тебе подарок, я тебя нарисовала. «Бабушка, смотри, это ты такая кривая». «Как вы думаете, не выдумывая ситуацию, и бабушка, как вы думаете ее реакцию?» «Ну, конечно, она хвалит». «Тут не имеет значения, как покрываю, наверное, сердце. В эту картину, можно сказать, сердце вложено. Родители хвалят за старания, даже не за результат. Иногда это требует решения. Хочу сказать родители, хочу сказать, но это требует решения. Когда он надо похвалить сейчас ребенка, не потому, что он какую-то круть сделал, но потому, что у него мотивация, поддержка, в общем, должно происходить. Но, то есть, я хочу сказать, иногда похвала требует решения. Или вы хвалите кого-то из бужечек людей в церкви, или что-нибудь еще. То есть, это не всегда эмоциональный вытроиск, это иногда осознанный шаг. Но, если вы с чем-нибудь прекрасным сталкиваетесь, как правило, вам надо себя заставлять произносить слова похвалы. Вы сходите, закончите крутой фильм, и он вам понравился. Вы будете о нем рассказывать вашим друзьям, скорее всего. Или, не знаю, ходили в спектакль какой-нибудь, вы увидели какую-то картину, или какую-то песню вы слышали, которая точно крутая. И вы будете об этом так и говорить, и это круто. Вы посмотрели хороший футбольный матч, и сказали, это команда играет просто в лес. Понимаете, о чем я говорю? Когда есть что-то, что вам действительно нравится, слова похвалы вылетают как бы сами собой. Архитектурные сооружения, есть красивые города. Какие фоточки вы стереграли в Европе, да и у нас, честно говоря, но это классно. Однажды ученики Иисуса восторгались храмовыми сооружениями. Помните? Господи, посмотри, какая красота. Слова похвалы у них вот так. Ну и что сказал он Иисус на это? Эта красота, мягко говоря, ненадолго. Ненадолго, да. Так вот, для нас естественно восторгаться прекрасно. И если бывает так, что для нас неестественно хвалить Бога вдруг, как бы мы подбираем слова, это требует нашего решения, скорее всего, причина лежит в том, что мы не до конца понимаем вообще, насколько он прекрасен. То есть у нас есть какая-то картина, неплохая картина, но как бы слова хвалы, если они не вылетают из нас естественным образом, значит мы ничего-то недопонимаем, наверное, потому что все прекрасное мы хвалим легко. Давайте вот прочтем внимательнее, повнимательнее, что говорят вот здесь вот эти левиты. Превыше всякого славослого и хвалы имя Твое. Что это значит? Превыше всякой хвалы. Представьте, вы сделали что-то хорошее и вас похвалили. Вам это радостно. У вас еще похвалили, и еще похвалили, и еще, и еще. И потом кто-то говорит. Осторожно, не перехвалите его. В каких случаях так говорят? Это реально довольте. Да, одна из причин, чтобы пальцы не согнул. И не уверовал в свою крутость какую-то, да? Но другая причина. Похвала должно быть адекватно сделано поступком. То есть ты сделал что-то хорошее, чтобы тебя похвалили. Но поступки-то разные. Ребенка хвалят, когда он сходил в туалет на горшок. А не что? Молодец. Ну говори. Да, есть молодые родители среди нас. Молодец. Нет, это победа. Но вряд ли будет поддерживать за это взрослого человека. Правильно? Взрослого человека за это не хвалят. Да? Зато кстати. Когда-то мама меня говорила за то, что я мог разогреть себе одет. Ну, когда-то был там подростковый, пацан себе позаботился. Молодец. Но надо ли мне ожидать похвалы за это сейчас? Да? Ну, допустим, жена меня спросит. Ты поел? Я скажу, поел. Нашел там что-то разогрел? Нашел, разогрел. Он скажет, ну, молодец. Это все? Это все, что ты хочешь мне сказать? Нет, подожди, подожди. Подожди, я молодец или нет? Давай выясним. Ты мне говоришь, что я молодец. Друзьям расскажи. В интернете напиши, какой я молодец. Да? Давайте пригласим съемочную бригаду, например, сюжет снимем. Какой я молодец? Это понятно, что неадекватно. Да, то есть здесь есть хорошее дело, есть похвала, вопросов нет, но как бы самозмертность, да. Похвала депатно-поступка. Так вот, здесь сказано, что имя его превыше всякого словословия хвалы. То есть невозможно перехвалить. Какую бы хвалу мы не сказали, какие бы словословия мы не произнесли, это мы, Господа, не перехвалим. Понятно эта мысль? Да, да. Ни у кого из людей нет способности охватить разумом всю его славу, всю его силу и все его возможности. Сколько бы мы не хвалили его, мы никогда не оценим все его достоинства, по-настоящему, все его возможности, по существу. Вспомните книгу Откровения, когда серафимы, помните, там, шестикрылые тебе летают, прячут свои тела в присутствии Господа, закрывают глаза, закрывают там, ноги стыдливо. Двадцать четыре старца поклоняются, да. И мы, зная величие Господа, всю его силу и славу, что-то там невозумительное было в нем своей молитве, как бы на ночь. Если мы действительно понимаем, какой Бог изменится, все изменится. Надо осознавать масштаб. Не слишком ли маленький наш Бог, не забыли ли мы о его величии? Близимся к завершению, пару отрывков еще. Римлянам 1, 19, 20. Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое его и вечная сила его и божество, от создания мира через рассматривание творим и видимое, так что они безответны. Немножко сложновато, если на данный язык, но давайте разберемся. Безответны что такое? Нет оправдания. То есть, переведем на современный русский. Бог явил себя, все, что можно было о нем узнать. Здесь может быть что-то, что пока нельзя нам знать. Но то, что можно было, он явил. И как он это видел? Через рассматривание его творения. Через окружающий мир. Если мы внимательно к окружающему миру, мы видим величие Бога и славы Богу. И не имеют оправдания те, кто это не замечает. Учения о поклонении исторически не очень много в нашей церкви было. Это правда. Но в чем момент? Это не является каким-то оправданием ни для кого из людей. И кто не учил меня поклоняться в церкви, мало учения об этом. Это все не серьезно. Потому что здесь сказано, что невидимая его вечная сила видны через рассматривание творений, а не через учение в церкви. Любой человек, даже далекий от церкви, может сесть на порядке, посмотреть вокруг или в горы, выбраться или к морю. Прийти через рассматривание творений Божьих, иметь представление о Боге и восхищаться Его величием. Итак, мы поклоняемся Богу не только потому, что Он повелевает, но и потому, что Он этого достроен. Последний отрывок заключения. 1 Петра 2.9. 2 Петра 2.9. 2 Техника, как там порядок во всем. Но я думаю, этого немножко недостает. В том плане, что мне очень хотелось бы, чтобы служители прославления были глубокое посвящение имели. А не просто были хорошими работниками. Понятно, о чем я говорю? 1 Петра 2.9. Поэтому возможно в сегодняшнем учении нет какого явного практического выхода, но нам надо знать, нам надо слышать учение о Боге, нам надо восхищаться Его величием. Что здесь сказано? Чему мы призваны? Дабы возвещать совершенство вашего вас. Вообще-то к этому призваны не только служители пославления, это же только нам, как служителям. Да, это написано всем. Мы призваны возвещать совершенство Божье. Не свои совершенства, не совершенство церкви, не просто хорошие идеи, не просто какие-то гуманистические идеи, размышления в высокоморальном образе жизни, не просто какие-то религиозные шняги. То есть здесь говорится «возвещать совершенство приславшего вас». Вот задача. И к этому призваны все христиане, все пославления Господа, но у нас есть привилегия делать это со сцены, призывая к этому множество людей. То есть, наверное, в этом корень, как бы суть нашего служения – развещать совершенство Божье. Давайте сделаем выводы и паузу после этого. Мы поклоняемся Богу, потому что Он повелевает, Он один Господь и нет другого. У Его вся власть и сила. И наше поклонение Ему – это знак нашего послушания. Поклоняясь Ему, мы таким образом показываем, что мы под властью послушны Ему. И второе. Мы поклоняемся Богу, потому что Он достоин этого. И нам надо стараться видеть Его совершенство, замечать Его чудеса. В этом нам помогает окружающий мир, как мы читали, через рассматривание Твоими. И, конечно, Писание. Потому что Писание – это первоисточник знаний о Боге, о нашем Боге. И нам нужно стремиться сознавать Его величие. Тогда наши сердца будут тоже восхищаться Его. Все. Спасибо.